Человек – высшая ступень эволюции, наиболее интеллектуально прокачанный вид, обитающий на Земле. Познание – основополагающая потребность Homo sapiens. Благодаря неуемному любопытству, человек сделал жизнь комфортнее, подчинил себе другие виды и уверенно замахнулся на космические дали. И хотя автомобиль прекратил быть пределом мечтания, компьютер из отдела библиотечной фантастики перешел в каждый дом, еще остались области, в которых мы – абсолютные дети. И одна из таких областей – телепортация объектов на расстоянии. Это одна из излюбленных тем фантастов, которые, как известно, всегда опережают время и дают вдохновение ученым и изобретателям. О телепортации писали Альфред Бестер, Таль Кляйн, Стивен Кинг, но если в фантастических произведениях телепортация расписана вдоль и поперек, то в реальном мире все далеко не так радужно. Разработки в этой сфере ведутся давно, но весомых результатов пока крайне мало. Могут ли воплотиться в жизнь сюжеты фантастических романов или телепортация так и останется на их страницах? Чем этот такой удобный, но крайне рискованный способ перемещения может стать для человечества – прогрессивным рывком или проклятием? Попробуем разобраться. Итак, что такое телепортация? Сам термин берет начало из латыни и состоит из слов «нести» и «далеко». Если описать процесс простыми словами, то он предполагает мгновенное перемещение объекта в любую точку Вселенной. Термин введен в 1931 году американским писателем-исследователем Чарльзом Фортом. Стоит отметить, что понятие подразумевает несколько видов телепортации, включая наиболее популярную в 21 веке – квантовую. О квантовой телепортации всерьез заговорили в 1993 году, после опубликования статьи, где описывалось это явление. Естественно, о молниеносном перемещении человека из одного пункта в другой речи не велось. Даже сейчас мы от этого безмерно далеки. Эксперименты проводились исключительно с элементарными частицами, и при кажущемся волшебстве к магии это не имеет никакого отношения. Чтобы понять суть процесса, нужно принять за аксиому тот факт, что все объекты представляют собой набор информационных алгоритмов. Человек также не составляет исключения. Поэтому телепортация означает в первую очередь передачу информации из одного места в другое. В случае с фотонами это выглядит примерно так. У отправителя имеется частица в определенном квантовом состоянии, которую он желает передать адресату с помощью точного описания. На данном этапе акцент делается именно на точности, а не на быстроте. Но если существует теоретическая база, может ли это значить, что телепортация вскоре имеет шансы стать для нас реальностью? Чарльз Беннетт впервые математически доказал, что подобное возможно, правда, применять расчеты на практике в те времена никто не помышлял. Косвенно были открыты и прочие необъяснимые явления, например, черные дыры, существование которых по сей день экспериментально не доказано. То, что произошло позже, разительно отличалось от сценариев голливудских фильмов, где очередной Арнольд Шварценеггер-Залихватский переносился на планету Марс с помощью телепортации. Эксперименты проводятся по сей день, но пока удалось перенести не сам материальный объект, а информацию о его квантовом состоянии. И это уже большое научное достижение, ведь теоретически информационного мануала достаточно, чтобы успешно восстановить исходный объект на новом месте. Кстати, процесс телепортации нам знаком и в повседневности, ведь его можно сравнить с факсом. Отправитель посылает не сам документ, а электронную информацию о нем. Адресат же получает точную копию требуемой бумаги. И все же разница между факсом и телепортацией значительна. Во втором случае исходный объект полностью разрушается, возрождаясь в совершенно иной локации. Что же такое квантовый мир и отличается ли он от привычного? Да, и очень сильно. Ярким примером выступают частицы, находящиеся в суперпозиции. Судите сами, в реальности человек не может быть жив и мертв одновременно. Действительность вынуждает объект выбрать единственное состояние. Но не такова квантовая реальность. Частицы в ней, подобно коту Шрёдингера, могут одномоментно принимать оба состояния, пока за ними никто не наблюдает. Другими словами, происходит своего рода наложение одного на другое. Именно в этом и состоит парадокс Шрёдингера. Кот сидит в закрытой коробке, в которой теоретически в любой момент может сработать устройство, запускающее в коробку ядовитый газ. И пока коробка не открыта, предсказать состояние мурлыки невозможно. Ловушка с газом может сработать случайно, и вероятность этого исхода ровно 50%. Таким образом, для наблюдателя кот в коробке и жив и мертв одновременно. Осознать это довольно сложно и неудивительно. Несколько десятилетий величайшие умы мира не смогли до конца усвоить эту мозгодробительную информацию. Но именно так и устроена квантовая физика, и в ней ещё долго предстоит разбираться лучшим умам человечества. Как же может работать квантовая телепортация? Для её полноценного осуществления необходимо соблюсти условия – взаимозапутанность двух элементарных частиц. Это ничем не объяснимая связь, позволяя частицам считывать состояние друг друга даже на громадных расстояниях. При обсуждении этого удивительного вопроса часто упоминается расхожая фраза Эйнштейна «Бог не играет в кости». Причём здесь игральные кубики? Они имеют прямое отношение к предмету научного спора, ведь, обратившись к аналогиям, проще понять суть явления запутанности. Представьте себе, что у вас две игральные кости, которые в сумме дают число шесть. Если вы выбросите одну из них, а она покажет двойку, то игрок точно будет знать, каково значение второго кубика, даже не видя его. Аналогичная ситуация и с запутанными квантовыми частицами. Зачем Вселенная всё настолько усложняет? Что поделаешь, лёгкости бытия нам изначально никто не обещал. Данный феномен сложен для осмысления, но это не значит, что упомянутый принцип нельзя использовать на практике. Опыты в этом направлении начались десятилетия тому назад. Их инициатором стал профессор Венского университета Антон Цайлингер. Эксперимент стартовал на Канарских островах. В лаборатории на острове Пальма создали пару фотонов. Один из них впоследствии отправили на соседние Тенерифы, находящиеся в 150 километрах. Частица путешествовала в буквальном смысле верхом на лазерном луче. Далее к фотонам, находящимся в суперпозиции, присоединилась третья частица – кандидат для телепортации. После чего фотон С взаимодействует с частицей А, прибывающей на острове Пальма, и дело сделано. Учёные узнают состояние запутанного фотона Би с Тенерифы. Ну, а дальше дело техники. Би превращается в точную копию Си, то есть телепортация свершилась. Если отбросить научные подробности, получается, что информация об оригинале попала в другую локацию, где при должном умении можно восстановить идентичный образец. Но как это всё может помочь в главном вопросе? Возможна телепортация человека? Сможем ли мы путешествовать, не прибегая к помощи звездолётов и прочих устройств? Теоретически – да. Но на практике всё не так просто. Что необходимо для осуществления процесса? Во-первых, телепортационные кабины, расположенные в разных местах, а также запутанную пару, находящуюся в них по отдельности. В третьей кабине должен быть объект, подлежащий перемещению или, если угодно, клонированию. Компьютер сравнивает его состояние с запутанными частицами и посылает информацию в точку телепортации, где создаётся копия объекта. Безусловно, гладко бывает только на бумаге. Вдумайтесь, если компьютер неправильно отсканирует информацию, то вместо вас в телепортационной кабинке где-нибудь на Венере появится плодовая мушка, скалопендра или банальная картофелина. И шансов вернуться в прежнее состояние просто нет, ведь исходный материал уничтожен. Вы скажете, разве компьютер способен на ошибку? Кто знает. Ведь в нашем теле примерно 7 актолеонов атомов больше, чем звёзд в обозримой Вселенной. Если к этому числу прибавить нейронные связи, соединив их в правильном порядке, то становится понятно, что на современном этапе развития технологий подобное относится к откровенной фантасмагории. Но если в обозримом будущем появятся суперкомпьютеры, способные обрабатывать чудовищные объёмы информации, не исключено, что человечество сделает очередной прогрессивный скачок. Сейчас мы активно наблюдаем экзопланеты с помощью телескопов, мучительно гадая, есть ли на этих небесных телах жизнь. А при развитии квантовой телепортации проблема автоматически исчезнет. Люди смогут не только изучать планеты лично, но даже организовывать на них туристические поездки. Может ли телепортация приблизить человечество к цивилизации первого уровня? Да, но существует один неприятный нюанс. Даже если всё получится, как предполагается, сохранит ли телепортированный человек признаки уникальной личности? Кстати, подобная проблема проявляется и перед учёными, пытающимися разработать схему загрузки человеческого мозга в суперкомпьютер или на другой электронный носитель. Возможно, с помощью телепортации можно будет перемещать исключительно неодушевлённые предметы, а не живых существ? Ведь до сих пор никому не ведомо, что именно делает каждого человека неповторимой личностью. На эти вопросы придётся ответить психологам будущего, поскольку этическую сторону телепортации решить намного труднее, нежели техническую. А пока физики раздумывают над увеличением расстояния между телепортационными кабинками, не помышляя о межзвёздных вояжах и проблемах сохранения личности, мы-то знаем – это обязательно осуществится. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и предлагайте свежие идеи путешествий со сверхсветовыми скоростями. Приблизим будущее вместе!